И здесь, братья, также важно будет упомянуть, так как мы говорили о вопросах такфира и так далее, что здесь, то есть все эти вещи, которые мы изучаем, нужно, братья, обязательно знать разницу между двумя вещами. Точнее, в двух вопросах нужно знать две, то есть разные вещи. В вопросах куфра нужно знать, что есть, ирхаммакаллах, нужно знать, что есть разница между куфрун-нау и куфруль-Айн. То есть куфр, дело, то есть дело, которое является куфром, и человек, который становится кафером. И не всегда эти вещи бывают вместе. То есть, быть может, человек будет описан куфром как действием, но не будет описан куфром как шариатским постановлением. Когда, например, у него есть какое-либо из оправданий. Как, например, человек, который отрицает на самом деле один из атрибутов Всевышнего Аллаха, его хоком какой, но он не заявляет о том, что он отрицает его. Он говорит, что он его истолковывает. Почему? Потому что это нужно, и этим самым я желаю очистить Аллах от всяких недугов и недостатков. Это слова заблуждения, слова более того, то есть куфр и так далее. Но он является кафером или нет? Не является, почему? Потому что он к этому пришел не потому, что он отрицает это, а потому что он, наоборот, желая очистить Аллах от всего, то есть от всяких недостатков, впал в истолкование. Как это делают? Ашариты, матурититы и так далее. Хорошо. Если человек оговорился, хотел сказать, то есть человек, например, описывал кого-то или же себя, и говорит, что он является рабом Аллаха, но оговорился, то есть перепутал и сказал раб шайтану, становится ли он кафером или нет? Приписать себя к шайтану и назвать себя рабом его. Хоком какой? Куфр. То есть человек сам называет себя, что он является рабом шайтана. Но если он оговорился, хотев сказать раб Аллаха, но сказал, что? То есть раб шайтана, становится ли он кафером или нет? Нет. И поэтому мы говорим, что есть разница между чем? Куфр-н-нау и что? И куфр-аль-айн. То есть куфр как вид, то есть само действие, хорошо, то есть и так же куфр определенного человека. И так же, братья, непосредственно, то есть эти хокмы касаются у нас, смотрите, у нас есть, братья, в вопросах куфра и такфира два вида людей. У нас кафир, неверующий человек, бывает асли и арады, или же им можно муртаддива назвать. То есть это либо же асли, то есть тот, кто является неверующим в основе своей, который в принципе не заявляет о своей вере в ислам. Христианин, иудей, многобожник, хорошо, то есть хоть кто, то есть огнепоклонник, атеист и так далее, и так далее. Все это называется кто? Кафирун асли. Тот, кто в основе своей является неверующим. Есть ли хоть какая-либо проблема самому последнему джагилю из мусульман назвать этого человека кафером? Не то, что нет никаких проблем. Мы говорим, что проблема, если этот мусульман не назовет его кафером. Потому что он сам себя приписывает к неверию, а ты его описываешь исламом, не имеет права мусульман описывать неверующего ислама. Потому что это будет что? Обвинением в лжи Аллаха, его посланника, али-салату ассам. То есть Аллах, его посланник, али-салату ассам, сказали, что такой-то является неверующим, а этот человек говорит нет. Например, говорит что фараон, ну я не знаю, был ли он верующим или нет. то он же перед смертью сказал Аманту, Билляди Амана Муса и так далее. То есть я уверовал в того, в кого веровал Муса. Что мы скажем этому человеку? Мы скажем, что ты в страшном положении. Либо ты покаешься от своих слов, либо же ты сам становишься таким же и становишься на религии фараона. Это что касается каферасли. Затем у нас есть каферун Арады, или же можно сказать Аль-Муртад. То есть это тот неверующий, который в основе своей им не был, но это неверие пришло к нему после того, как его не было. То есть он был мусульманом в основе своей и отрекся от веры. И вот в этом вопросе у нас есть все эти разногласия, о которых мы говорим. Является ли он неверой, действительно ли это неверие, то есть настолько, то есть он впал в него, что он действительно выходит из ислама и так далее, и так далее. Были же соблюдены с ним условия, то есть все вещи, которые могли повлиять на этот хоком и так далее. Может быть, отрицаем ли мы от него всякие мывания, преграды и так далее. То есть эти вещи, как мы и сказали, очень-очень обязательно, то есть и важно является для мусульман понимать разницу между этими вещами. Потому что люди этого не понимают. И, например, какой-либо человек отказался принять или же не посчитал какого-либо конкретного человека, который сказал то-то, то-то. То есть он не посчитал его неверующим, он не сказал, что он является неверующим. То есть или же, может быть, он даже что? Даже не назвал его мусульманом, но просто не произнес то, что такой-то является неверующим, я от него отрекаюсь. Мы говорим про конкретную личность. И приходит человек и говорит, что? Что? А, такой-то ты что? Он является там неверующим или он является джагмитом, или он является мурджитом. Почему? Да потому что он говорит, что тот, кто поклоняется духом, не является кафиром. Есть огромная, братья, на шариатских весах разница, описать человека тем, что он не назвал кафиром определенного человека, который дозволил поклонение духом, или же сам поклоняется духом, или же не видит в этом проблемы, или же призывает к этому людей. И между тем человеком, который не выносит постановление о неверии тех, кто дозволяет, или же, то есть, о тех, кто взывает к духам. Какая у нас разница? То, что мы сказали первым. Куфрун нау и куфруль айм. В первом случае, человек не назвал какого-то человека по имени, например, Абдулла, который сказал, что я не вижу проблем в поклонении духом, даже если это дозволено и так далее. Он сказал это, эти слова являются чем? У кого-то сомнение есть, что это куфр? Это является чистейший куфр. Но это сказал конкретный человек. И я, ты, быть может, не знаем положение этого человека. Услышав эти слова, мы с тобой, естественно, оскорбимся и скажем, что это слова неверия, и их скажет только лишь неверующий. Другой же человек скажет, что подожди, я этого человека знаю. Быть может, он имел в виду не это. Или же, быть может, его обманули, сказав, что вот это и есть истина. И я считаю, что его обманули настолько, что он действительно не подразумевал это, или же не понял то, что он сказал, и так далее, и так далее. То есть я боюсь выносить постановление о его неверии. Или же он говорит, что я не хочу отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что этот человек какой-то сильный, имеет власть и так далее. И у меня нет силы с ним тягаться. Если я сейчас это скажу, у меня потом будут большие проблемы. Хукмы, вы все прекрасно знаете, шариат перед вами, уроки, то есть есть. И поэтому дальше уже сами думайте. То есть я не хочу в это лезть. Имеем ли мы право этого человека называть неверующим, потому что он не назвал неверующим и так далее, и так далее. Нет, почему? Потому что это частное лицо. У нас проблема с ним в частном лице. Потому что этот же человек, если ты его спросишь, хукам, взывание к духам какой, что он тебе скажет? Без никакого сомнения он тебе скажет, что это является куфром, ширком, выводящим из ислам. И поэтому это очень важная разница. Потому что если мы откроем эту дверь, то есть от того, что некоторые люди из ненависти к определенным, то есть мусульманам и так далее, распространяют про них это, как будто бы они не знают эту разницу. Или же они действительно глупцы, которые не знают эту разницу, залезли в этот вопрос и хорошо, и судят о них таким образом. То тогда мы говорим, что, например, если я скажу про шейху Алислама Абутаймия, рахима Аллах, что он не выносит постановление о неверии того, кто взывает кому-то, кроме Аллаха, субхану Таля. Правда это или ложь? Как ложь? Шейху Алислам Абутаймия, рахима Аллах, в его время был такой человек, которого звали Аль-Бакри. Был или не был? Более того, он писал книгу о провержении его. Было такое или нет? Назвал ли он его кафером? Хотя вся проблема этого человека строилась на чем? На том, что он говорил, то есть и опровержение строилось на том, что он говорил, что можно, то есть в трудных ситуациях и так далее, взывать кому-либо, кроме Аллаха, желая их помощи и так далее, и так далее. Но будет ли это справедливым хуквом для шейху Алислама, если мы скажем, что да, он вообще же, что он же не выносит токфир, то есть тем, кто взывает кому-либо, кроме Аллаха? Нет. Так или не так? И тогда, и таких примеров можно брать и огромное множество приводить. То есть на каждого ученого и так далее. Поэтому личные неприязни — это одно дело, а истина и шариат Всевышний, Аллаху спал, это другое. Поэтому, как мы и говорим, что если человек отрицает или же говорит, что какой-то конкретный человек, да, то есть я не считаю, что он вышел из ислама, то это постановление о конкретном человеке, а не о джинсе или же нау, то есть о всем виде тех людей, которые это совершают. Потому что, если он скажет, что тот, кто взывает кому-либо, кроме Аллаха, в этом нет проблем, обращается он к духам или кому-то другому, в этом нет проблем, хоком его какой, вот тогда он становится кафером, вот тогда он становится кафером. Поэтому разногласия, братья, в айне и разногласия в но — это разные вещи. То есть когда мы изначально убеждение строим на том, что в этом нет проблем, это один вопрос. Когда же у нас, то есть камень преткновения — это определенная какая-то личность, это совсем другой вопрос. И ты имеешь право опровергнуть этого человека, сказать, что это неправда, ты неправ, и этот человек действительно вышел из ислама. Да не проблема, сколько хочешь, опровергай, доноси и так далее. Но имеешь ли ты право описывать таким же хоком этого человека? Ни в коем случае, братья. И его, то есть достоинство, его величие сохраняется. Подобно тому, как шейху или исламу навредило это или нет, или же Аль-Бусыри, то есть который написал знаменитую эту свою бурду и так далее и тому подобное, и там, субханалово, и Ширка столько, сколько есть. И вместе с этим Мухаммад ибн Абдул-Хаб, например, не назвал его кафиром. Не назвал его кафиром. Тоже скажем ли мы, да, Мухаммад ибн Абдул-Хаб какой-то единобожник, субханалово. Вон Бусыри говорит, То есть нет у меня у пророка никого другого, кому бы я мог опрадиться за помощью, когда происходит что-то. Хоком какое это слово? Куфр, явный куфр. Поистине, из твоих щедрот, о пророк, о Мухаммад, этот мир и мир вечный, и из твоих знаний, из твоих знаний, это даже не все твои знания, это знание то, что записано в хранимой скрижали. Это описание пророка Мухаммада, али и садатам, у этого человека. Это куфр или не куфр? Явный куфр. И вместе с этим, тот, кто не считает кафиром этого человека, который сказал эти слова, значит ли это, что он согласен с ним в этих словах? Абсолютно не значит. Более того, то есть тот же Мухаммад ибн Абдуль-Габ, сколько у него книг, предостережение от этого всего и так далее. Но донесение и доход довода до определенного человека, почему, как он сказал, в каких он ситуациях был и так далее, это совсем другой вопрос. Это разные вопросы. Подобно тому, как мы вам сказали, что разница между изучением хокмов, шарифов, то есть никах, атталаха и так далее, и последующей практике этих слов, это совсем, братья, разные вещи. Это совсем разные вещи. То, что вы должны это знать и понимать.